Россиянки, я уже не первое видео делаю про украинских мужчин, ну как женщина-женщина, вы, конечно, меня услышите, потому что каждый из вас хочет иметь заботливого, здорового, качественного мужа, друга, любовника, отца своим детям, чтобы на него было приятно смотреть, чтобы все обзавидовались. Ну так вот, эти мужчины живут в Украине, я покажу вам сейчас это видео, которое трогает любое женское сердце. Вы видели, какая спина была у мужчины? А теперь выйдите во двор, посмотрите, вы найдете хоть одну такую спину у вас во дворе? Вы видели, там была огромная коробка, с которой мужчина вылез. Вот таких коробок в России никто у вас не вылазит с коробок, сто процентов. И такие букеты своим мамам, мамам мужчины не дарят в России. Вы видели, какие цветы? Да дай бог, жене, чтобы принес раз вообще в жизни, вот, чтобы она там вышла за него замуж, например, или родила сына. Посмотрите, какой ухоженный ребенок, ну просто куколка, такая шубочка на ней. Явно же семья прекрасная, как она любит папу. Ну, посмотрите, какой мужчина, ну посмотрите. Видите, это мужчина, ну просто, ну просто загляденье. Все, вы не заметили, какие они крепкие, здоровые, как богатыри? Крепкие, крепкие, как вот можно женщину поднять, и маму поднять, и бабушку, и детей всех разом, и еще отжаться 10 раз. Видите, он пеленочку не будет просить под этих ресторанов. Смотрите, его семья там, вся семья будет о нем заботиться. Все соседи, все люди вокруг него, государство, президент, все его не забудут. Все будут помогать ему кахать. Дочь, конечно. Это папа и дочка. А вы говорите... Видите слезы Зеленского? Покажите мне хоть одну слезу, которую пролил Путин за какого-то вашего солдата. Покажите, покажите слезу, которую пустил Путин, увидя беду в доме россиянина. Покажите. А вы говорите, ЗСУ стреляет по своим мирным гражданам. Вы же видели, как встречают мирные граждане своих защитников. Как защитники, как герои возвращаются домой. Вы о чем? Вы же имеете перед собой сплочение народа. Поэтому ничего не произошло ни через три, ни через дня, ни через три месяца. Ничего не происходит. Это сплочение. Бабушка, продолжение внука. Внук, продолжение бабушки. Эту связь ничем не разорвать. Что вы думали, пришли в Ирпене, изнасиловали женщину и все сломалось, что ли? Вы Украину не знаете? Совершенно не знаете Украину.